Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время. В эфире программа Археология. В студии Сергей Медведев. Джордж Флойд, конечно, герой, но зачем стулья ломать? Вот уже второй месяц в США в других странах Запада бушуют расовые протесты после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Black Lives Matter. Что стоит за этим движением? Какие цели оно преследует? Какие нерешенные структурные расовые проблемы накопились в США и других западных странах? И главное, почему такое раздражение это движение вызывает в России? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Убийство полицейским афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая этого года в Миннеаполисе вызвало большой резонанс во всем мире. Сотрудник полиции Дерек Шовин в течение семи минут сжимал коленом шею Флойда, не обращая внимания на стоны афроамериканца. I can't breathe. Я не могу дышать. Со временем эта фраза стала лозунгом протестующих. На следующий день после убийства в США вспыхнули протесты против полицейской жестокости и расизма. Днем это в основном мирные акции, а к вечеру они перерастают в погромы, грабежи и поджоги. Через несколько дней протест переместился и на другие города США и спровоцировал многочисленные акции в Европе, правда достаточно мирные. Помимо манифестантов BLM протестующим примагают грабители и мародеры, прикрываясь якобы справедливостью. Многие предприниматели вынуждены брать в руки оружие, защищая свои кафе и магазины от преступников. Досталось и памятникам. Многие монументы подверглись актам вандализма, а власти Бостона вообще решили убрать статую Авраама Линкольна с площади. Российская пропаганда преподносит протесты в Америке с целью отвлечения российского населения от проблем внутренних. В России протесты в США вызвали очень бурную реакцию и яростные дискуссии. К чему приведет движение BLM? Ждать ли раскола в американском обществе или в скором времени все это сойдет на нет? У нас в гостях сегодня Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра САВА. Добрый день, Александр. Здравствуйте. Вы знаете, вот первый вопрос, который интересует даже, вот мы поговорим позже о самой сути протестов и другие гости тоже будут по скайпу в студии. Почему в России такая сильная реакция? Причем не только на властном уровне. Вот я смотрю, люди в соцсетях, вот каждый и каждая считают необходимым высказаться по поводу вот и памятников, и погромов магазинов. Какое-то вот такое вот сильное раздражение. Ну, во-первых, нам не все равно, что происходит в Америке, да, потому что это такой флагман современного мира. То, что происходит... Россия мерит Америкой, не меньше. Ну, а куда нам деваться? У нас Запад значимый другой, а Америка главная страна на Западе. То, что у них сегодня, у нас послезавтра. Ну, плюс-минус, естественно. Поэтому нам не все равно. Но реакция, она вызвана, скажем так, разными причинами. Мне кажется, это важно здесь подчеркнуть, что люди реагируют нервно, как поддерживая движение Black Lives Matter, так и осуждая его по самым разным причинам. Кто-то, ну, поддерживает, ну, понятно, более-менее, да, солидарность, там, с борьбой с расизмом. Здесь тоже есть люди, которые с этим могут быть солидарны. А есть люди, которые являются расистами, и вообще странно, что эти черные что-то себе позволяют. А есть люди, которые просто так далеки, ну, что естественно, от американских реалий, что, как всякий удаленный наблюдатель, они видят картину, ну, как бы без контекста, да. Даже сам этот лозунг, который стал названием «Движение», в нем по смыслу есть слово «тоже». Да, но оно не слышно, если ты не находишься в контексте. И поэтому это звучит как-то странно, почему черные жизни важны. И отвечают люди, так сказать, гордо для All Lives Matter, все жизни. А в Америке этот лозунг считается расистским. All the I love it and I love it, потому что его просто его поставляют. Потому что это часть диалога, который существует. А если ты в этом диалоге не находишься, то для тебя это просто некие слова, написанные в безвоздушном пространстве, так сказать. Кроме того, есть, не знаю, другие причины там повозмущаться. Например, я часто слышу разговоры, что они с жиру бесятся. Да. Что вы, ребята, сидите, уже вам и так хорошо, вы на нас посмотрите, а вы туда же. Есть проблема, связанная с политкорректностью, как регулированием общественной коммуникации, скажем так. К нам эта тема пришла в тот момент, когда мы были, мягко говоря, не готовы это обсуждать. И на самом деле мы и сейчас не сказать, что мы очень готовы, потому что у нас очень разный опыт. Мы живем в репрессивном государстве, которое указывает, что можно, что нельзя. Ну, у нас был период, когда это был не совсем так, но он был не очень долгий, уже подзабылся. До этого всем все указывали, сейчас всем все указывают. Они живут в государстве, где власти в это практически не вмешиваются, оставив это на корпоративное, общественное, еще какое угодно регулирование, которое может быть тоже достаточно жестким, естественно. Потому что регулирование, оно всегда есть просто. Если не один регулирует, значит, другой регулирует. И нам это непонятно. Ну, в общем, две совершенно, у меня удивляет, что две совершенно разных реальности. Потому что, с одной стороны, вот такое вот яростное, я бы сказал, российское неприятие, мы не будем становиться на колени, чем мы, вот даже вот недавно, Формула-1, да, российский гонщик Данил Крят, он, так сказать, в числе немногих был, кто отказался преклонить колено, вот этот знаменитый американский жест, в знак солидарности, сказав, это не в нашей традиции, это противоречит моей морали. То есть я поддерживаю само движение, но я не буду преклонять колено. Вот это та же дистанция, вот это не в традиции, действительно. Да, в России смеются над этим. А когда я общаюсь со своими западными коллегами, они говорят, а мы ходим на демонстрации, ну, окей, разгромили пару магазинов. Но я вижу гораздо больший общественный консенсус на Западе по поводу движения БЛМ. Ну, может, у меня, конечно, референтная группа такая. Вот я подозреваю, что да. Либеральная, да, либералы восточного побережья, ну, и западного тоже. Вот, ну, по крайней мере, очень большое количество моих контактов на Западе, оно совершенно не видит такой повода для паники, которая нагнетается в России. Ну, нам, действительно, вот я говорю, нам многие вещи чуждые и непонятные, во-первых. Ну, нам, я очень широко говорю, да. Ну, мы живем, действительно, в другом контексте. Можно очень напрячься и вникнуть в тот контекст, но это сложно. Плюс, действительно, у нас свои травмы, да, такие. Ну, я не очень люблю это слово, но мы... Нет, ну, нет, давайте, мы вас тут часто говорим о травме, да. Ну, я не очень люблю просто пользоваться им, потому что оно как-то слишком спекулятивное. Но когда мы видим людей, которые под левыми лозунгами делают что-то плохое, да, не знаю, там, разгромили магазин, не знаю, что-то еще сделали, у нас с нашим советским опытом сразу вспоминается не то, да. Да, и это невозможно просто так вычеркнуть. Тут же Россия проецирует это на большевизм. Вот пришла новая, так сказать, грядущая хам, пришла новая чернь, сжет магазины. И, главное, делается вывод, сначала они громят памятники, затем они начнут убивать людей. Да, это логическая ошибка, конечно. Но дело в том, что людей время и времени тоже убивают. Это всегда происходит. Когда происходит общественное движение, то протесты, ну, вот американские протесты, в основном это мирные шествия, никто ничего не громит на самом деле. Громят либо примкнувшие желающие погромить, что понятно, либо радикальные группы. И здесь надо понимать, что БЛМ, это, во-первых, была такая организация. Эта организация была довольно специфической. То есть у них еще в марте, я не поленился, полазил там в архиве интернета, у них на сайте был программный текст, который явно показывал, что это такая молодежная левая группа, которая за всю левую повестку, какая только бывает, там было и про климат, и про гендер, и про смену пола, и про все остальное. Когда начались протесты, я подозреваю, может быть, перед этим или после. Это конец мая, да? Флойда в конце мая. Просто дело в том, что в архиве интернета дырка. Я точно уверен, что этот документ еще в марте висел. А в конце мая он уже не висел. То есть, чтобы обращаться к широким массам трудящихся, вот с этим они не стали. Потому что широкие массы трудящихся это игнорируют, на самом деле. То есть в ядре своем это все-таки такое достаточно левое движение за социальную справедливость, так скажем. Вы знаете, я не уверен, что это все про социальную справедливость. Если люди выступают на темы политики, связанные с трансгендерами, допустим, это другая тематика некая совсем, которая действительно... У них это все было в пакете, потому что это такое специфическое существует, не знаю, это даже не политическое, это скорее субкультурная вещь, мне кажется. Весь пакет левой повестки принимается целиком, и он не может быть как бы разделен. Но с этим пойти действительно в черные пригороды Миннеаполиса не очень был бы умным поступком. И они этого не сделали. А что, вот да, говоря о России, травма и не травма, давайте поговорим сейчас о России. А насколько вот это уже в вашей, так сказать, прямой, так скажем, профессиональной круге, наверное, интересов, насколько в России вообще сейчас силен расизм? Насколько российская реакция продиктована, так скажем, имманентным или неимманентным, или каким-то латентным расизмом россиян? Ну, в любом обществе есть расизм. Было бы странно, чтобы вот тут-то не было. Мы такое постимперское общество, или даже еще не совсем пост. Соответственно, у нас есть, не знаю, люди из Центральной Азии, в конце концов, да, которые только вот из недавней колонии. И отношение к ним у половины, наверное, населения соответствующее. Поэтому, когда говорят о чернокожих в Америке, которые тут не очень понятно, как себе представить, наверное, представляют себе такого перекрашенного в черный цвет таджикского трудового мигранта. Вот и все. Ну, непонятно, как еще это вообразить, если ты сам в Америке не был и не видел. Поэтому, нет, конечно, у нас все это есть в полной мере. И есть и реальный институциональный расизм, который мы видим в полиции. Так же, как он есть везде. Собственно, расизм, если он есть как форма отношения людей друг к другу, то он обязательно будет принимать и некие институциональные формы. Потому что это институционализация предрассудка. И это всегда происходит. Потому что предрассудок — это тоже форма о чем-то подумать. Если ты думаешь, скажем, об установлении порядка, и у тебя есть предрассудок, то вот, значит, твоя политика наведения порядка, допустим, будет этот предрассудок включать. Не знаю, в Америке это очень хорошо было известно по практике, то, что у них называлось редлайнинг. Это когда они пытались размежевывать районы по цвету кожи. И это было основано на очень рациональном отношении к делу. Что, грубо говоря, если в белый квартал въехал черный человек, купил там дом, то цены в этом квартале упали. Потому что у всех предрассудок, что завтра все подумают, что надо бежать, и, значит, цены падают, и все начинают бежать. Самоподдерживающийся процесс. Чтобы этого избежать, они пытались ограничивать. К чему это приводило? Естественно, к усилению российских отношений. У нас, как мы знаем, объявление о сдаче квартиры сдается только славянам. Не славянам, да. Что-то в этом роде, это просто норма жизни. Раньше в такси было водитель-опция, водитель-славянин. То есть люди вроде как рационально мыслят. Но на самом деле этот предрассудок может на короткой дистанции... Это размывается с годами? Или наоборот это еще больше укореняется с... Да. Вообще в целом по миру. Потому что, например, вот сейчас, скажем, Франция, да, по мере гетаизации крупных французских, бельгийских городов. Мы видим, как это воспроизводится из поколения в поколение. Опыт совместного проживания не ведет к искоренению этих практик. Потому что гетаизация – это очень плохо, действительно. Когда возникают замкнутые анклавы, в которых существует какой-то свой способ общественного регулирования, отличный от общего, то тогда ситуация консервируется, и это плохо. У нас, кстати, этого меньше. У нас меньше, да, в России. Ну, у нас просто менее мобильный рынок жилья, на самом деле, все просто объясняется. Но мне кажется, знаете, если посмотреть на массовые опросы, допустим, ну, как мы еще можем узнать, в конце концов, то мне кажется, что сейчас, вот начиная с середины этого десятилетия, наши сограждане вроде бы более спокойно относятся к этой тематике. Не то, чтобы они стали больше любить ближних другого внешнего вида, но они стали к ним спокойнее относиться. Эта тема стала восприниматься как менее приоритетная, судя по опросам. Даже если люди продолжают считать, что надо кого-то там ограничить в правах, ну, для них это ниже стоит, да, в приоритетном ряду, больше людей на вопрос, как вы относитесь к мигрантам, не пишут, что я там рад, не рад, ненавижу, обожаю, пишут мне все равно, что на самом деле, мне кажется, самое правильное отношение. Люди, люди, все равно. А как вообще в России, почему в России такое раздражение вызывает дискурс толерантности, и даже не толерантность, а именно политкорректности, они принято говорить через губу, вот уже, как я наблюдаю, лет 15-20. И вот сейчас вот этот вал шуток о том, что, так сказать, надо менять клавиатуру фортепиано, да, где там черные и белые клавиши, надо белый дом переименовывать в черный дом. И вот это вот, вот это все, так сказать, то, что на Западе сейчас происходит, культура извинений, культура переименований, так сказать, вынос памятников. Вот сейчас в Оксфордском университете памятник Сеслу Рудсу, вот это, так сказать, большая компания была, то, что убирает. В России все это воспринимается в ироничном ключе. Ну, как же, знаем, проходили про большевиках, вот он пришел, новый левый большевизм. Ну, я бы сказал, что тут есть две стороны. Одна, вот то, что я говорил, что мы опоздали к этой теме очень сильно, ну, понятно, когда к нам пришла тема про политкорректность, тут нам всем не до этого было. И поэтому мы, когда, если ты попадаешь в какую-то дискуссию в середине, то очень трудно встроиться уже. Тебе все кажется странным, что эти люди вообще обсуждают. Эта проблема важна, и она постепенно будет очень медленно изживаться. Второе, что не менее важно, людям здесь, из-за репрессивности нашего государства, собственно, исторической и актуальной, очень важна тема сохранения свободы высказываний. Если человек может быть уволен, ну, понятно, у них он не может быть посажен, но может быть уволен, нам тоже, так сказать, легко представить себя на его месте, скажем так. Да. Да, то за какое-то неправильное, да, неполиткорректное высказывание это вызывает возмущение, в общем, даже и не иронию. При этом, когда происходит обострение, вот как сейчас, то вот этот механизм общественного саморегулирования у них, я имею в виду не у нас, естественно, дает гораздо больше эксцессов. Ну, не знаю, я вот беря примеры не из, не знаю, не из частных блогов, а из серьезных медиа, да, там какой-то учитель в Вермонте уволен за то, что он написал у себя в Фейсбуке или где-то, что он поддерживает Black Lives Matter, но если он не ходит с этим плакатом, это не значит, что он расист. Видимо, было какое-то разбирательство, его уволили там. Ну, и таких примеров еще некоторое количество можно понаприводить. Это можно счесть эксцессами, но если ты смотришь со стороны, то ты эти эксцессы, ты в первую очередь и видишь. Ты не видишь основной процесс. Россия выпячивает эти эксцессы, люди ищут вот эти вот расколы, пузырьки, и из них раздувают большие какие-то... Это не Россия. Я уж не говорю про госпропаганду, которая говорит, что вообще мы наблюдаем заказ Соединенных Штатов, вот в День Независимости телеканалы и центральные дали, что вот США гибнет в огне, апокалипсис. Ну, они у нас в пропаганде гибнут все время. Это нормальное стабильное состояние. Просто это не только в России. Оппоненты движения, какие бы то ни было, в том числе в Америке, тоже, естественно, видят радикальные проявления. Это так всегда, мы так устроены. Мы когда видим оппонирующие нам движения, мы обращаем внимание на его крайности, а не на его мейнстрим. Это надо просто, не знаю, как-то признать про себя, что называется. Мне кажется, что это важный момент. И, конечно, людям, вот я говорю с опытом неприятных отношений с репрессивным государством, это все важно. Важнее, наверное, чем некоему среднему, я не знаю, как он выглядит, среднему такому американцу. А нет ли здесь еще зависти того, что они делают то, что запрещено нам? Зависть, ну, я не скажу прямая зависть, но, так сказать, подспудная за такой рессентимент, то, что называл Ницше, вот эта зависть раба, рабского сознания. Вот то, что было к украинскому Майдану, то, что было, не знаю, там, к армянскому Майдану, сейчас к Америке. Они хотят, они выходят, они протестуют. А нам остается только скрепить зубами. Ну, наверное, у кого-то это есть. Это, мне кажется, уже такое психологическое объяснение, которое не может быть применимо сразу к большой массе людей. Но у кого-то есть, наверное, такое, у кого-то нет. Я тоже, вот я пытаюсь анализировать, деконструировать эту дискуссию, мне кажется, что людям очень дорог порядок, патриархальный порядок. И когда кто-то непривилегированный приходит и нарушает этот порядок, это вызывает некий вынос мозга. Вот я скажу, что я нечто подобное наблюдал, скажем, на примере Греты или вот этих забастовок школьников, забастовок школьниц. Типа, да кто они такие, чтобы учить нас, взрослых, самостоятельных, знающих людей? Какие-то дети, недоучившиеся за партами, садятся и протестуют, и не ходят в школу. И здесь то же самое. Кто такие они, эти чернокожие, которые приходят и учат нас жизни и требуют от нас извинений? И вот это обывательское сознание, человек, это вопрос самоуважения. Да, я думаю, что это есть. То есть, естественно, человек, не знаю, взрослый, состоявшийся, ну или как он так себе представляет, будет, конечно, с высокой вероятностью, скажем так, смотреть, ну, по крайней мере, с подозрением на инициативы, исходящие от более молодого человека, вообще любого. Ну, а скажем, от непривилегированных вот эта идея иерархии, она впитана в молоку матери. Мне кажется, что здесь это да, но дело в том, что не очень понятно, почему те люди, которые осуждают движение БЛМ в целом, я сейчас не имею в виду крайности, а просто в принципе его не любят, почему они должны считать себя привилегированными? В массе своей они совершенно ничем не привилегированы. Ну, а я думаю, что они считают, ну, начиная с цвета кожи, позиции в обществе, прописки и так далее. Но все равно, что я не знаю, выйдут, выйдут, вот БЛМ, вот, скажем, возможно, в России, выйдут гастарбайтеры, выйдут таджики. Как себя будет чувствовать, скажем, этническое, так сказать, титульное большинство по отношению к протестующим таджикам? Я думаю, что если опросить прям все большинство, то они будут очень насторожены и ожидать, что сейчас эти таджики или кто бы там не вышел, сейчас что-нибудь разгромят, потому что это первое, что вообще приходит в голову. Я подозреваю. Но если опросить людей, которые сейчас в социальных сетях возмущаются чем-то, связанным с БЛМ, то это те же самые люди, которые поддержали бы, я полагаю, ну, так, по воспоминаниям, предполагаемый митинг гастарбайтеров. Потому что пару раз планировался такой митинг, но не состоялся, потому что власти этих лидеров этнических отговорили от устройства какого бы то ни было митинга. Ну, или не отговорили, может, не очень удачное слово здесь. Ну, понятно. Мне кажется, что это более сложная ситуация. Нам, сидя здесь, сложно ощущать себя привилегированными, потому что у нас белый цвет кожи. Это как-то странно. По отношению к кому уж, по крайней мере, не к чернокожим, которых мы не видим. По отношению к жителям американских гетто... Мы же их не видим. Ну, мне кажется, что это все-таки, что средний россиянин, он себя чувствует несколько, так сказать, на другой цивилизационной ступени, так сказать, в больших кавычках я беру эти слова. Может быть, да. Я не знаю. Ну, опять-таки, сужу по комментариям, типа, да какие-то, так сказать, черные, так сказать, посмотрите на них. Всякое есть, естественно. Просто есть возмущение с такой, как бы, позиции сверху, оно, конечно, есть в какой-то части людей, я не сомневаюсь. Есть возмущение нарушением порядка как такового, а не патерналистского порядка. Если люди в порядке, пока у них был протест, разгромили магазин, и ты не очень понимаешь, что протестовали, может быть, одни, а громили другие, хотя пересечение, конечно, какое-то было, то тебе не нравится, что громят магазин? Что странного, да? Понятно. В программе «Археология» продолжаем наш разговор о движении Black Lives Matter, о том, почему оно так всклыхнул Америку и Запад, и о том, почему так беспокоятся по поводу этого движения в России. А как чувствуют себя чернокожие жители России, чернокожие жители Москвы, и как они относятся к движению Black Lives Matter? Спросил наш корреспондент Атон Сергеенко у студента, москвича, дальнего жителя Москвы, Бари Бубакара Биро. Да, если сейчас говорить об Америке, я поддерживаю и белое, и чернокожее население. Если вы смотрели футбол недавно, обратили, наверное, внимание, перед началом матча одну минуту посвящают чернокожим. Но это не из-за того, что мы чернокожие. Не в этом причина. Причина для меня — это как человек мыслит. Это делают не для извинений, а скорее из чувства солидарности. А это разные вещи. У меня, например, дядя чернокожий, а тетя белая. Но это одна семья. Как вообще может существовать расизм в этом мире, мне непонятно. Мне кажется, сейчас ситуация в Америке является выгодной президенту. Это, кстати, не первый, не второй и не третий раз, когда убивают чернокожих в Штатах. Но на этот раз, мне кажется, замешаны именно политические силы. Если полицейский или какой-то чиновник говорит вам, вот, мы ничего не можем поделать с законами, да, тогда ситуация сложная. Но мне сейчас политика в Америке кажется ужасной. Вроде выяснили уже, что закон для всех. И белые, и чернокожие столько живут бок о бок уже очень давно. И все равно разгораются все эти расовые страсти. Но сейчас из-за политики перестает работать правило. Закон для белых и для чернокожих один. Моя идея в том, что расизм как бы сам по себе, плох и неприемлем для всего мира. Ведь мир для всех. Будь ты в Европе, в Америке, в Африке. Я считаю всех людей одной большой семьей, потому что у нас у всех должны быть семейные отношения. И уж точно все это не должно зависеть от цвета кожи. Вот, например, в Африке, в моей стране, у нас закон один на всех, и для белых, и для чернокожих. Законы для всех одни, для вас, для меня, без исключений. Барри Бубакар Перо в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется наш давний гость, мой коллега, друг Александр Эткинт, историк, культуролог, профессор Европейского университета во Флоренции. Саша, добрый день. Приветствую, Сергей. Приветствую. Саша, ну вот, отталкиваясь даже от слов африканского студента в Москве, вот он говорит, действительно, не множество же было подобных убийств. Почему в этот раз так бомбануло? Почему именно это убийство стало причиной такого массового культурного движения? Ну, вопрос трудный, конечно, для анализа в момент, когда все это происходит. Но я так объясняю все это тяжелой общей ситуацией. Для любого гражданина мира происходит эпидемия, происходит экономический кризис, происходит неслыханные события разного рода, и все это сопровождается тоже, на мой взгляд, невиданной, неслыханной некомпетентностью мировых лидеров. Ну и на этом фоне, да, маленький триггер, надо сказать, это убийство произошло при тяжких обстоятельствах. Я думаю, в любой ситуации оно бы обратило на себя внимание. Но в этой ситуации оно действительно послужило курком, который взорвал всех. Чем является это движение? Отталкиваясь от ваших статей, колонок, интервью, вы говорите, что это новый 68-й год. Можно провести аналогию с 68-м годом и даже, может быть, культурной революцией на Западе, которая сейчас происходит. Потому что здесь, в России, очень многие видят это просто как погромы. А с другой стороны, вот вторая точка зрения, что это не погромы, а это настоящая культурная революция. Вот как это понять? Знаете, мы с вами люди-ученые, и мы сразу начнем рассуждать о терминах, что такое культурная революция, какие они были. Культурная революция не всегда была, знаете, культурным делом. В Китае, например, это был ужасающий террор в огромных масштабах. В России была ли октябрьская революция культурная или еще какое-то? Это все можно рассуждать долго. Да, но погромом я, то, что сейчас происходит, никак не назовешь. Насилие, которое приводит к убийствам, к пыткам или к арестам, сравнительно немного. Значит, люди громят в Штатах, они громят, вот вы сейчас показываете, витрины дорогих магазинов, которые, ну, прямо за углом, которые, к тому же, в те дни, когда это происходило, по каким-то причинам перестала охранять полиция. Но что вот интересно и что меня занимает, и вас, эти зрители, я думаю тоже, что острие вот именно этих событий обернулось против памятников, против очень особенной части культурного наследия. И в этом смысле, да, это восстание, которое обращено не на недоступных, я думаю, лидеров, которые не нравятся людям, не на институты, которые тоже слишком хорошо охраняются, а на то, что расположено за углом, то, что доступно и, видимо, и мозолит глаза. И это оказались памятники. Памятники, да, это очень важная часть, это очень важный текст, да, очень важная знаковая история. То есть, видимо, все-таки речь идет о каком-то большом очень нарративе, да, о большой культуре, которая накапливалась в течение многих сотен лет, которая фиксировала вот эту несправедливость, вот эти дисбалансы. И сейчас, мне кажется, речь идет о каком-то попытке поправить фундаментальную несправедливость культуры, основанной на угнетении. Не только черных белыми, но, так сказать, и женщин, мужчинами, детей, взрослыми, животных, людьми и так далее. То есть, есть ли здесь вот этот вот момент какого-то большого культурного сдвига? Именно так, Сергей. Ну, вы сказали слово фиксировать, памятник фиксирует, это правильно. Значит, есть какой-то момент истории, который памятник вот останавливает. И это чья-то победа, чья-то там тригруппа, чье-то величие. И, ну, как бы, наши нынешние фотографии, так, эти памятники, чабуна или бронзы, вот они стоят с тех пор. И, как бы, история их остановилась. И люди ходят мимо этих памятников, ну, в общем-то, перестают их замечать, пока что-то новое не произойдет в истории такое, что обратит внимание вот именно на эти фигуры, на эти события вновь. И тогда люди как бы начинают общаться заново с этими памятниками. Памятники, ну, типа, как оживают, говоря, метафорически. А здесь мы видим на ваших кадрах, что они реально приходят в движение, или их приводят в движение. И это очень интересный момент истории, да. То есть, как бы, когда встречаются два события, ну, давние уже истории, которые фиксированы в этом памятнике, и совсем новый, современный нам момент, который приводит эти памятники в жизнь, воскрешает их. Но памятники уникальны. В отличие от книг, которые опечатываются там в тысячах экземпляров, памятник действительно задается в одном. И его разрушение, если происходит действительно разрушение, это всякая трагедия, я считаю, даже если это памятник очень неприятному лицу или событию. Но надо понимать то, что почти никакой из этих памятников, о которых мы говорим, не был разрушен. Они, может быть, были... Какой-то памятник был потоплен в воде, какой-то, значит, был снят с пьедестал. Все они были сняты. Но в основном это дело кончается тем, что их перевозят куда-то в музей или в хранилище. Или, например, если их скверняют всякими граффити, то их также легко отмыть. Все-таки это речь идет о металле. И ничего необратимого, и уж такого трагического во всех этих событиях не происходит. Я называю это ученым словом депьедестализация. Это объемляет в себя все. И возможное разрушение памятников, и их перемещение. Я думаю, что к этому надо относиться действительно как акту живой истории. Памятники, конечно, не ходят и не уходят сами. Но они приходят в движение благодаря такой новой смычке исторических событий. Ну да, это какой-то момент в исторической динамике. Ходящие памятники можно вспомнить и Дон Жуана, каменного гостя, и Медного всадника. В любом случае, так сказать, вот это вот. Я здесь хочу обратить вопрос еще к студии. У нас с нами находится Александр Верховский, и Саша Верховский, может быть, ответит им, и Саша Эдкинт. А все-таки, как нам понимать это движение? Вы читали манифест БЛМ, который еще в марте до флойдовских событий был очень левым. Нынешнее движение, оно что? Это расширение вот этого вот левого дискурса, неспровержение авторитетов, депьедестализации, борьба за социальную справедливость? Или это восстановление каких-то либеральных балансов? Как вы его расцениваете? Реальное движение состоит просто из разных течений. В нем есть левые группы в разных смыслах, причем слово «левые», они там присутствуют, у которых разная повестка, которые просто воспользовались удачным моментом, есть движение, они в нем, конечно, участвуют. Есть люди, которых интересует только тема расовой дискриминации, это стандартная, достаточно либеральная тематика для Америки. Есть люди, у которых есть просто мотив, не знаю, подрыва общественного порядка. Действительно, реальные радикальные политические группы. Их не очень много, но понятно, опять же, что они бросаются в глаза. И вот мне кажется, что про памятники есть важный момент. Это продолжение в сущности все той же темы про, не знаю, политкорректность в более широком смысле. То есть, когда претензии предъявляются не к участникам обычных коммуникаций уже, а к участникам коммуникаций давно прошедших. То есть, кому, собственно, этот памятник стоял. Лично мне это кажется абсурдным вполне, потому что, конечно, памятник стоит и сегодня. В этом смысле он существует сегодня. Но человек, вместе со всеми своими дурными и хорошими деяниями, которые он совершил, он уже умер. Это было вчера или еще в более давние времена. Соответственно, его оценивать не исторично, его деяния, какие бы они там ни были, это глупо, я другого слова здесь не знаю. Более того, это неуважительно по отношению ко всему тому поколению, которое мы пытаемся оценивать с точки зрения своих представлений. Это плохо само по себе, с моей точки зрения, вообще всегда. Ну, позвольте возразить, но хорошо, то поколение ставило со слезами на глазах памятники Сталину. Что же, мы сейчас их сбрасываем и проявляем неуважение к чувствам людей, живших на протяжении 30 лет или даже сейчас. На этом месте у меня есть следующая точка зрения, что мы, когда смотрим на деятеля прошедших времен, мы можем к нему вдруг поиметь претензии. Вот вчера никто не обращал внимания, а сейчас мы обратили внимание. Вот, пожалуйста, памятники Ленину. Сталин-то у нас их немного есть, а вот Ленина зато сколько хочешь. Какие у нас могут быть основания демонтировать, ну, я окей, не снести толпой, это я считаю просто преступлением, которое должно пресекаться, а вот организованным образом муниципалитет решил, не знаю, еще кто-то, Коневу, Ленину, какие-то разные причины людей могут быть сносить памятники, переносить их. Окей, другое место. Это должен быть некий баланс разных соображений. И если оценивать только заслуги и злодеяния исторического персонажа, то, с моей точки зрения, их надо оценивать, соответственно, месту и времени, ну, месту в широком достаточно смысле, в котором он действовал. То есть Ленин был, с моей точки зрения, выдающимся злодеем для своего места и времени. Его памятники должны быть удалены. А Сесил Роц не был. Он был обычным колонизатором. Да, но он, так сказать, дал огромные деньги на обустройство Оксфорда, на стипендию студентов из колонизируемых стран. Вот меня здесь интересует Саша Эдкин. Саша, я понимаю, вы не так, так сказать, драматично смотрите на судьбу памятников? Да, я смотрю с большими интересами, даже во многих случаях я одобряю эти события, когда они инициированы снизу и должным образом обсуждены. Например, муниципалитет, местные власти, компетенция местной власти, допустим, федеральной власти, здесь особо делать нечего, разве что это федеральный памятник, есть это такие. Ну, я уверен, что если муниципалитет, допустим, Бостона или Бристоля собирается, значит, должным образом они выполняют процедуры и то, что называется, должный процесс, если бы у меня нет основания сомневаться в том, что я должна относиться к этому с уважением, да, в этом всегда участвует или, точнее, реализуется некоторый баланс интересов и взглядов тех людей, которые давят снизу, давление, это, как мы видим, очень существенное, и тех людей, которые принимают ответственное решение, голосуя, значит, есть меньшинство, есть большинство, если события происходят законным образом, значит, большинство этих народных представителей приняло такое решение, что здесь драматизировать, никакое культурное наследие не уничтожается, памятник переносится, если он там действительно интересен, как эстетический или исторический объект, он переносится в музей, я бы вообще рекомендовал, если бы меня спросили, не столько заниматься депиде, статализацией, сколько ставить информационные доски, и действительно таким же способом, по инициативе снизу, и всерьез с участием историков и политиков, но главное, что народных представителей, обсуждать то, что на этих подробных информационных досках было бы написано, ну, например, Медный всадник в Петербурге, замечательный исторический и эстетический объект, никто из нас не выступил бы за то, чтобы его там, не то чтобы снести, но и перенести, как, например, перенесли поведник Александру Третьему в Петербурге, революционная толпа, со Знаменской площади, но, слава богу, он стоит в дворе музея, и всем доступен, и при этом никому не мозолят глаза особенно, Какую доску поставить? К Медному всаднику? Да. Ну, вот рассказать там подробно, значит, подробно и вместе с тем доступным языком, и все подвиги этого персонажа, и все его злодеяния, и того, и другого было очень много, и действительно, смотря на Медный всадник, и Медный всадник, кстати, все их по-своему, он и на своем кодированном художественном языке рассказывает, так или иначе. И такой комментарий вполне помог бы эстетическому восприятию Медного всадника. Понятно. Хорошо, спасибо. С нами на связи по скайпу был Александр Эткин, историк-культуролог, профессор Европейского университета во Флоренции. Продолжаем наш разговор о движении Black Lives Matter, которое всколыхнуло страны Запада и Россию. Вопрос, почему Россия так ожесточенно участвует, российские блогеры, общественное мнение, я уж не говорю про официальную пропаганду, с таким напряжением глядит за движением Black Lives Matter. Об этом рассуждает Марк Фейгин, блогер, бывший адвокат в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А две причины есть. Две причины. Одна причина, и она может быть даже определяющая, это сама российская пропаганда стимулирует эту дискуссию. То есть, казалось бы, для русского человека, который не живет бок о бок вообще ни с какими расами, в принципе, здесь сильна ксенофобия, это правда. Но вот расизм, причем именно расизм от цвета кожи, значит, здесь как бы не актуализировано это, не артикулировано вообще никак проблем. Но российская госпропаганда беспрерывно это все обсуждает. Центральные, федеральные каналы и так далее обсуждают это еще и потому, что, возможно, я бы ни этого не исключал, что Москва каким-то косвенным образом принимает участие в инспирации отдельных протестов в Соединенных Штатах. Ну, конечно, этого нельзя утверждать на 100%, но связь я здесь улавливаю. Есть еще вторая причина. Вторая, знаете, в чем заключается? Очень много русских уже живет в Америке. Я вот вижу по своим как бы социальным сетям дискуссии настолько острые по поводу БЛМ, да, и будущих выборов 3 ноября, и противостояния демократов и республиканцев, что переносится русскими эта дискуссия из Соединенных Штатов, с их внутренних проблем выборных, проблем расизма и все остального, ну, в митрополию, сюда, в Россию, и вовлекаются люди, к которым вообще, как бы, какие черные пантеры, какие еще здесь Трампы. По большому счету, ну, это так далеко расположено от проблем русского человека, учитывая, так сказать, что у него своих проблем хватает, и они куда острее даже, как это ни странно звучит, чем проблемы расизма в Соединенных Штатах. Проблемы социальные в России, они куда острее. Ну, в общем, тем не менее, русская община в Соединенных Штатах она сумела вовлечь в эту дискуссию, особенно в социальных сетях, конечно, русских обывателей здесь, непосредственно в России. Вот эти, мне кажется, две причины решающие, хотя есть и более мелкие, они не такие существенные. Марк Фейгин в разговоре с Антоном Сергеенко. А к нам по скайпу присоединяется Анатолий Голубовский, историк-социолог, член Совета Вольного Исторического Общества. Добрый день, Анатолий. Добрый день. Анатолий, ну вот мы обсуждаем уже и с Александром Эткиндом, и здесь присутствующим Сашей Верховским, обсуждаем судьбу памятников, снос памятников, как к нам относиться и вообще какова роль памятника в современном обществе, в современной культуре. И вот Эткинд говорит вообще о неком императиве депьедистализации. И я вот задумался, а вообще памятники, они что, должны быть вечными? Если поставили, то это на века. Может быть, у каждого памятника есть свой срок годности? Дома же не строят на века. В конце концов, каждый дом, включая панельный дом, там, не знаю, загородный дом, деревянный, у него есть свой срок. Кто-то на 20 лет строится, кто-то на 50 лет. Может быть, и памятники должны фиксировать некий момент в истории, некий момент, не знаю, там, доминирования одной группы, и затем при изменении культурной ситуации они должны убираться? Вопрос о временном характере памятников, вот такой коммеморации в виде памятников, он, честно говоря, я об этом не задумывался. Я задумывался о том, что памятники все разные. Есть, например, вечные огни, которые существуют по всему миру. Их зажигают на веки вечные. И пока никто, во всяком случае, на моей памяти, может быть, я чего-то не знаю, вечные огни не гасил. Что касается памятников, фигуративных памятников, которые связаны с конкретными какими-то персонами, то вот то, что происходило на протяжении мировой истории, свидетельствует, что да, они оказываются памятниками временными. Ну, Россия, как минимум, в новое время пережила несколько таких волн уничтожения, ну, не уничтожения, перемещения или смещения памятников с пьедесталов. Это, соответственно, послереволюционные времена, сразу после 20-го съезда, одномоментное уничтожение памятников Сталину. И вот некоторые попытки предпринимались в России именно после 91-го года. Но вопрос о сроке существования памятника, он в разных случаях решается разными субъектами и решается по-разному. Да, я считаю, я, в общем, согласен с тем, что памятники, которые связаны с конкретными персонами и с неким длящимся прославлением конкретных лиц, вот длящимся прославлением, мне очень понравилась как раз формула Александра Верховского, который у вас уже участвовал в программе сегодня, они, видимо, имеют некий срок давности. Саша, о чем шла речь? Ну, я тоже не очень поймал, какую фразу мы тут имели в виду, но мне кажется, что вообще есть некая разница между памятниками, которые ставят в как бы исторически экстремальных ситуациях, как бы наставили, много памятников Сталину, потому что у нас тут было известно что. Да, потом, скажем, бронзовые солдаты. Вот Советский Союз входит в Восточную Европу и всюду расставляет своих бронзовых солдат. Или маршала Конева. Да, потом местами не убирают. Понятно, нет, никто не говорит, мне кажется, по-моему, нет таких людей, которые считают, что любой памятник должен стоять вечно, потому что иначе бы скоро пройти было негде. Поэтому процесс какой-то этой дипхедестилизации, как это вы говорите? Дипхедестилизации, выговорил. Да, он неизбежен абсолютно. Понятно, что возражения вызывают, кроме того, что вызывает инициативный снос, когда просто какие-то граждане решили, что надо снести, и пошли снесли. А действительно, есть ли для этого какие-то процедуры нормальные? И это с одной стороны. А с другой стороны, что есть памятники, которые что-то нерядовое, скажем так, доносят нам об истории, как тот же медный всадник. Понятно уж, что к Петру с тех пор, как он правил, да и во время, когда он правил, было немало претензий. И тем не менее, действительно, никто что-то не хочет его сносить. То есть, видимо, этот ресурс вечности у памятников разный, с неизбежностью. Я думаю, что... Плюс есть любые другие соображения, эстетические, количественные. Не знаю, может, в какой-то момент, не знаю, пройдет сто лет, и в Турции решат, что у них больно много памятников в Татюрку, которые там на каждом углу тоже стоят. Или еще по какой-то причине. Претензии к нынешней волне всегда связаны с тем, что здесь как бы декларируется вот этот антиисторизм. Что мы считаем, что сейчас так правильно, и те, которые 500 лет считали, по-другому, хотя они просто в принципе не могли считать так, как мы сейчас, мы их за это осуждаем. Давайте Анатолию этот вопрос зададим. Анатолий, насколько корректно судить деятелей прошлого, по нынешним критериям. Даже не просто о памятнике. Вот сейчас, скажем, зашла дискуссия об Эдуарде Успенском. Да, вот, скажем, у нас... Или, скажем, я не знаю, многие там деятели кинематографа. Мы их судим, их жизнь, их личную жизнь, их дела по нынешним, гораздо более, так скажем, эволюционировавшим понятиям о нравственности. Вот насколько мы сейчас в праве судить о деяниях Петра, о деяниях Ивана Грозного? Или мы их должны судить по законам их эпохи? Безусловно, исторических личностей мы должны судить по законам их эпохи. Памятники этим историческим личностям мы не можем не судить по тому, как идеи или деяния этих людей интерпретируются сегодня. Вот вы здесь упомянули Ивана Грозного. Например, с Иваном Грозным произошла чрезвычайно интересная история. Дело в том, что вообще до 2016 года никакой коммеморации, связанной с Иваном Грозным, не было. Потому что по меркам и нормам второй половины XVI века и далее Иван Грозный считался недостойным такого рода коммеморацией, поскольку он считался абсолютным негодяем, моральным уродом и бездарным государственным деятелем, развалившим страну. В 1863 году был воздвигнут памятник Тысячелетия России в Новгороде Великом. Там такая огромная держава, вокруг которой были установлены по проекту скульптора Микешина разные политические деятели, все великие князья, которые внесли какой-то вклад в историю России, военачальники, вообще все-все-все. И в проекте Микешина, который обсуждался с 1861 года, был Иван Грозный. Так вот, этот проект обсуждался публично, и граждане Новгорода Великого написали прошение государю с просьбой немедленно убрать Ивана Грозного с этого памятника, убрать, между прочим, первого русского царя. Поскольку он нанес такую страшную травму городу в 1570 году, которую они до сих пор не могут изжить. И царь внял, и этот памятник стоит без Ивана Грозного. И первый Иван Грозный появился в Орле, как известно у нас в России, в 2016 году. И, естественно, этот памятник был не памятником Ивану Грозному, а памятником Ивана Грозному, поскольку памятники Сталину государство в лице губернатора в данном случае не решилось поставить все-таки. А вот памятник Ивану Грозному вроде как можно. Поскольку прервалась историческая преемственность, прервалась традиция исторической памяти, и эта травма в общественном сознании уже не существует как травма, а существуют попытки ее туда замести под ковер. Ну, к Ивану Грозному, скажем, очень много вопросов у татар. Да, и там есть бы довольно сильное движение против коммеморации Ивана Грозного, потому что это человек, разрушивший татарскую государственность, собственно, выжигший Казань, разрушивший Кулшариф мечети и так далее. И вот в этой связи я хочу последний, наверное, вопрос, который мы успеем обсудить сейчас буквально пару минут. А с точки зрения деколонизации не должна ли происходить деколонизация памяти? Да, ну, понимаете, вопрос Колумба. Как к Колумбу относиться жителям Центральной Америки, мезоамериканских цивилизаций, которые исчезли вследствие вот этого вот Колумбова, вторжения европейской цивилизации, Колумбова обмена? Как относиться тем же татарам к Ивану Грозному? Как относиться вот сейчас статуя Сесла Ротса была сброшена с пьедестала, будет снята в Оксфорде? То есть, понимаете, история белой расы последних 500 лет – это история непрерывной колонизации. И все новые нации, группы этнические, которые сейчас появляются, они предъявляют, по-моему, вполне легитимные претензии к этим личностям, к их коммеморации. Да, но вот Александр Эткин говорил о том, что Россия – это страна внутренней колонизации. И, безусловно, вот такое отношение к коммеморации Ивана Грозного, но есть реакция на внутреннюю колонизацию. И претензии к нему были не только у татар, а и у русских тоже. Вообще у всей России были большие претензии к Ивану Грозному. Что касается… Вообще все эти процессы, ну, например, то, что касается памятника Всесилу Роцу, который существует и в Америке, и в Южной Африке, и в Англии, в Оксфорде в частности, это все процессы, которые не сегодня начались. Безусловно, сейчас это некоторое обострение всего этого, но отношение к памятникам колонизаторов, оно, так сказать, это длящийся процесс. Протесты против памятника Всесилу Роцу в Оксфорде, они начались сразу после окончания Второй мировой войны, с развалом вообще, с началом как бы развала колониальной системы. Анатолий Голубовский, член Совета Вольного Исторического Общества, был у нас в эфире. Ну, а я могу только закончить тем, что, конечно, не происходит никакого конца заката Америки, вот этого вот апокалипсиса в огне пожаров, погромов. Это все, так сказать, маленькая побочная история очень большого культурного сдвига, который происходит на наших глазах. А этот сдвиг — это переосмысление всей традиционной культуры. Культуры патриархальной, культуры колониальной, это деколонизация культуры и депьедестализация тех людей, которые олицетворали колониальное насилие. И я думаю, в этом смысле, это элемент не конца Америки, а элемент обновления американской демократии и американского общества. И будем продолжать следить за ним с любопытством. Спасибо. Александр Верховский был у нас сегодня в гостях. Это программа «Археология», «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова